Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. По банкротству физических лиц. Возможность списать долги через суд для граждан появилась в 2015 году. По словам Мартынова, сначала дел было немного. Сегодня цитирую их вал. Понятно, что не только в Кировской области, но и по всей стране. Конец цитаты. Так, по итогам 2021 года на рассмотрение суда поступило 1776 заявлений о несостоятельности. Из них в отношении юридических лиц 360, в отношении физических почти в 4 раза больше 1400. За 5 месяцев этого года их поступило уже около 900. Самое большое требование к физлицу из дела этого года более 200 миллионов рублей. Это долги перед налоговой и банком. Основная причина, из-за которой кировчанам приходится банкротиться, как отмечают в суде, получение кредитов в микрозаймовых организациях. Программа Экономика. За зарплату в 300 тысяч рублей кировчанам предлагают отправиться на Украину. В регионе собирают отдельный именной батальон «Вятка». Информацией об этом поделилась депутат Госдумы Мария Бутина. В своем аккаунте во Вконтакте она рассказала, что набор в батальон для участия в спецоперации добровольный. Приглашают в него, как сообщает Кировское областное отделение Всероссийской организации ветеранов боевое братство, всех, кто, цитирую, когда-то отслужил и сейчас находится в категории воин-запасом. А также тех, кто считает необходимым встать в ряды защитников России. Конец цитаты. Ограничение по набору в батальон «Вятка» – это возраст до 50 лет, заработная плата, которую обещают 300 тысяч, формируют подобные именные батальоны и в других регионах страны. Экономика. На 101 АФМ. В Кирове за 2 с лишним миллиона продают стоматологическую клинику. Объявление об этом появилось на Авито. Клиника находится на Преображенской, 79, по этому адресу располагается стоматология Витадент. По информации продавца, в клинике оказываются услуги по терапевтической, ортопедической стоматологии и рентгенологии. Помещение клиники находится в аренде, в нем оборудовано три медицинских кабинета и есть необходимое оборудование. Получить с покупателя за готовый бизнес его владелец планирует 2 миллиона 250 тысяч рублей. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа Экономика. На 101 АФМ.